всем огромнейший привет сегодня мы с вами будем рисовать я надеюсь вы начнете рисовать прямо сейчас подсолнухи и рисую я акриловыми красками можно заменить акрил гуашью конечно же для начала решила я сделать фон фон при помощи голубого цвета бирюзового даже цвета очень приятно интересный вы можете сделать фон любого другого подходящего под будущие подсолнухи цвета саму краску я размазываю при помощи губки для мытья посуды очень уж мне нравится в последнее время этот способ и и можно двумя способами нанести краску либо вот таким вот пристукивающим движением прихлопывающим либо просто размазать краску по поверхности здесь уже выбирайте как вам больше нравится дальше ждем обязательно ждем когда все высохнет благо акрил сохнет очень быстро да и гуашь тоже после этого любой темной краской я смешала честно говоря просто желтый с черным цветом для такой основательной базы под подсолнухи делаю круги разных размеров начинаю с маленького который скажем так в кадр попадает и сейчас немножко его расширяю то есть можно варьировать конечно же размер можно такой маленький оставить можно чуть шире сделать если хотите чтоб подсолнух занимал больше места на поверхности то есть здесь опять же на ваше конечно же усмотрение можете даже больше подсолнухов сделать на картине еще один который как бы за пределами картинки продолжается и и третий появится конечно же будет еще и третий подсолнух в этой компании и он тоже будет выходить за пределы картины очень выходить то есть все его продолжение где-то там за пределами только вот такой вот небольшой участок проглядывает при необходимости закройте на второй слой если не плотно прокрылся вот этот вот слой со кругами для подсолнухов после этого желательно тоже подождать когда подсохнет потому что я начала сразу рисовать и поэтому я не доложу лепестки сначала до круга непосредственно то есть намечаю лепестки но до темного круга чтобы не смешивалась краска не довожу их одновременно я смешала вот этот вот желто белый цвет с даже просто желтый цвет с текстурной пастой и поэтому она достаточно такая вот красочка который я наношу она достаточно густая и она прям оставляет следы то есть по сути как штукатурка которая оставляет какой-то фактурной штукатурка примерно так можно сказать которая оставляет вот именно не ровный след а чуть-чуть вот эти вот изгибы появляются если вам идеи нравится вы можете конечно же тоже это сделать достаточно просто с текстурной пастой смешать цвет основной и пока у меня все лепестки будут просто желтого цвета дальше конечно же я буду их уточнять и разнообразие им вносить некоторую игривость такую в их цвет чтобы они не были скучно желтыми хотя уже сейчас один лишь только желтый цвет сочетание с этим бирюзовым привносит радость картинку дальше я беру и добавляю опять же вот такую вот неровность поверхности при помощи метода тыка да 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 щетина метод тыка и я наношу всю ту же темную краску у меня это черный с желтым смешанный вы можете намешать что-то посложнее поинтереснее для этого темного цвета и просто пока я как бы второй слой укладываю методом тыка дальше буду уточнять немножко объемчику прибавлять и снова еще один слой проходит сейчас уже я просто беру краску желтую чтобы перекрыть то что было и подтянуть как бы лепестки к основанию да то есть помните что я не подтягивала их изначально просто потому что зацеплялась цеплялась краска черная в желтый а мне этого конечно же не хотелось вот сейчас самое время после того как высох этот слой с темной краской можно взять и вот как бы приклеить присоединить лепестки непосредственно к их основанию вы можете несколько слоев лепестков сделать то здесь можно конечно же дальше разойтись по полной программе и как-то сделать много всего по-своему кроме того вот я расположила их так эти подсолнече сделайте по-своему нарисуйте два нарисуйте один нарисуйте четыре подсолнка я не знаю то есть включайте какой-то вот свой креатив чик то есть что-то делайте по-своему чтобы было вам же интереснее но тем не менее никто не отменит скорее всего прохождение вторым слоем а то и третьим слоем с желтой краской потому что желтая обычно не такая кроющая ее нужно пару-тройку слоев и пока там лепестки подсыхают я снова методом тыка уже подхватываю охрочку себе на кисточку то есть охуру такой светло-коричневый цвет песочный и как бы отображая вот эту вот выпуклую часть подсолнуха то есть не по всему подсолнуху не по всей центральной части подсолнуха натыкиваю да вот эту выпуклую скажем так а как бы кольцом знаете что мне напоминает пончик такой который выпирает то есть кольцо выпуклую в сердцевинке подсолнуха но я думаю вы понимаете что я имею ввиду и видите что в принципе получается то чтобы он был объемный дружочек и один и второй и третий сердцевинку оставляю такую тоже глубокую тёмную если где-то перестарались а такое бывает сплошь и рядом например слишком светлая получилась сердцевинка не забываем что мы можем всегда вернуть темноту при помощи 2 3 5 10 слоя краски ждем когда подсохнет снова чтобы дальше в лепестках отобразить разность цвета добавить и светло-желтого то есть поиграться цветами в лепестках подсолнуха я буду здесь добавлять на кончике немножко на сердцевинку такой светло-желтый цвет намешала белый с желтым цветом и мазками не плотными а все-таки оставляющими промежутки не плотность прокрываем а как бы такими отрывающимися мазками вот дальше я добавляю например темный цвет здесь тоже это хорошо видно то есть не плотно-плотно прокрывая а кое-где остается просвечивать цвет изначальный желтый и вот посмотрите уже гораздо интереснее смотрятся лепестки когда в них появляются как минимум еще пара оттенков то есть самый светлый самый темный но это не все так по всем лепесткам проходим рисуйте в вашем темпе то есть как вам больше нравится хотите вы можете очень много много времени посвятить вырисовывание этих лепестков хотите наоборот так экспрессивнее энергичнее все это размазать и живее их сделать то есть на ваше усмотрение на ваш характер все это конечно же учитывается не обязательно делать как я не обязательно делать как петр иванович то есть делаем как у вас идет как вам ближе ну это по крайней мере мое такое мнение что так имеет смысл делать а и И вот сейчас я разделяю лепестки, которые идут внахлёст друг на друга, при помощи ещё темнее цвета. Там у меня охара красненький-жёлтенький. Но не просто полоской оставлю, а как бы вот эту полосочку в краях растушую, чтобы мягко было соединение с лепестком. Эту полоску тёмную, это не обводка лепестка над другим лепестком, а тёмная часть на лепестке под лепестком. Я надеюсь, что это понятно и это видно, в принципе. То есть мы не обводим лепесток, а именно под этим лепестком затемняем лепесточек, который под ним находится. Также можно разделить, отделить и другие близко лежащие лепестки, прям посмелее даже. Смелость здесь приветствуется, и не только здесь. Уточняйте, уточняйте каждый лепесток каждого подсолнуха. И он с благодарностью будет отзываться вам с вашей же картины. Так что я желаю вам огромных успехов в создании подсолнуха. Будьте смелее, идите на творческий эксперимент и получайте удовольствие в процессе рисования. Рисуйте и будьте счастливы. Я с вами прощаюсь до следующего видео. До свидания, отличного настроения. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин